Всем привет! Я очень рада видеть вас в этом видео. Если вы зашли сюда, значит вы настоящий любитель косметики. Вы просили меня вернуть эту рубрику, потому что сейчас выходит огромное количество новинок и все в основном гонятся за ними. И в этой бесконечной гонке невозможно понять, что на самом деле нравится человеку, чем он пользуется. И все-таки окончательный вердикт по поводу того или иного средства гораздо более объективный тогда, когда оно заканчивается. И ты или хочешь вернуться за ним в магазин, или это было очередное проходное средство, которое как-то осталось без внимания. И в принципе оно не особо достойно ваших денег. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что у меня закончилось. И я выскажу вам свое финальное мнение по поводу вот этих средств. Она собиралась, у меня их очень много. Частично я что-то показывала в инстаграме, что-то я так бессовестно выбросила. Но тем не менее, как видите, банок здесь прилично. Поехали! Первая это эссенция от марки Миша из линейки Супер Аква. Здесь 10% гиалуроновой кислоты. И это эссенция в виде тонера. Но я бы не сказала, что у нее была какая-то слишком такая гелевая консистенция. Чуть-чуть более густая, чем обычная вода. Я покупала ее в наборе по очень выгодной цене. Нашла на iHerb и там также была еще и эмульсия. Часто использовала их вдвоем в качестве дуэта. Но сама по себе даже эссенция дает очень хорошее качественное увлажнение. Это как глоток воды, когда у тебя просто неимоверная жажда. И тебе хочется ее прям сразу одним глотком утолить. Я наносила эту эссенцию в качестве первого средства после умывания. И благодаря вот хорошему увлажнению на старте, Потом мне хотелось использовать какие-то более плотные кремы с более богатым составом. Это очень классная вещь для тех, кто ищет или дополнительного увлажнения в каких-то тонера, эссенциях. Или кто хочет составить свой уход таким образом, чтобы была классная увлажняющая легкая база, чтобы добавить, например, какую-то активную сыворотку. То есть наносим эссенцию, эту, потом, например, сыворотку с витамином С. И дальше тоже какой-то увлажняющий крем. Все. Или в промежутке, может быть, например, что-то с кислотой. Вот. Поэтому я однозначно вернусь когда-то к вот этой эссенции. Я также давала попробовать ее своей подруге. У нее немножечко другой тип кожи, и у нас с ней разные запросы. Но мы обе сошлись во мнении, что это очень универсальная, супер увлажняющая штука. Дальше гидрофильное масло от марки. Снова забыла, как произносится. Вот просто записать и прилепить себе на лоб, чтобы наконец-то выучить. Поэтому сразу говорю, простите меня, пожалуйста. Это доктор Сьюрекл. Очень легкое гидрофильное масло. Оно не супер жирное, оно не супер вязкое, не такое прилипучее. То есть хорошо растворяет косметику. И потом умываемся каким-то гелем, какой-то пенкой. И все. Нет ощущения пленки. Оно не жжет глаза, не замыливает их. И в принципе мне даже надолго хватило. Я не помню, чтобы оно как-то пахло, если честно. Ну какой-то супер-супер нежный аромат, который не напрягает. Я люблю или совсем не пахнущую косметику, или что-то очень нежное. Тоже увижу, когда-то обязательно куплю. Заметила, что когда я начала его использовать, у меня стало меньше высыпаний, каких-то забитых пор и черных точек. Поэтому оставлю себе в заметках, что это то, что мне очень хорошо подходило. Крем под глаза. Тоже корейский. Benton. Он у меня был и в полноразмерном формате, но есть вот такие удобные. Здесь 10 грамм и хватает надолго. Здесь классный состав, который хорошо увлажняет, который оказывает антивозрастное действие. И несмотря на то, что у него такая плотненькая консистенция, он хорошо тает под воздействием тепла пальцев и хорошо распределяется. И мне этого увлажнения достаточно не только летом, но и зимой. Это тоже для меня показатель. И на протяжении нескольких лет я постоянно к нему возвращаюсь. И во все поездки чаще всего я беру с собой именно его, потому что никогда нет никаких вопросов. Ой, закончилась моя любовь. Это был подарок от подружки. Блеск от марки Dior в нежно-розовом цвете с вкраплением блесток. Оттенок 553. Princess. Часто, когда я была им накрашена, вы интересовались, что это такое. Упаковка, конечно, очень красивая. Приятно пользоваться этим средством. Но я любила его за то, что очень удобно наносится. Здесь такой большой аппликатор. Нежный ванильный аромат. И главное то, как он смотрелся на губах и как он ухаживал за ними. Потому что он вязкий. Я люблю такие блески. Он долго держится на губах. Он хорошо их восстанавливал, если это было губам необходимо. А если нет, то он просто так хорошо их увлажнял, что потом, когда спустя несколько часов он съедался, все равно это ощущение на губах оставалось. То есть не хотелось быстренько чем-то накраситься, чем-то увлажнить губы. Вот прям отменная вещь. У них в линейке есть и блески без блесток. Я проверила. Поэтому я обязательно куплю еще какие-то. Прям одна из таких люксовых вещичек. Маленьких хотела. Которые радуют, но которые отрабатывают каждую копейку. Это вы мне подсказали, где найти. Спасибо вам большое. Покупала в Натина. У нас этот гель не продается. Гель от марки Лореаль под названием Санкис. Это осветляющее средство для волос, которое я наносила на пряди. Особенно в отпуске, когда я загорала или просто гуляли где-то в городе. И тогда волосы быстрее выгорают. Но это скорее средство, во-первых, для натуральных волос, а во-вторых, скорее для блондинок. Потому что на темных оно может давать такой желтоватый оттенок. И также подсушивает волосы. Но не больше, чем какое-то легкое окрашивание, которое я делаю тоже в технике Sunlight. То есть как блики от солнца. Я это выполняю у своего парикмахера, у Каролины, раз в год. А так вот, когда мы едем куда-то в теплые края, я покупаю такой гель. И просто как-то небрежно наношу его. И потом волосы выгорают. И смотрится это как такое естественное окрашивание. А когда отрастает, как балаяш, правильно это называется. Я даже не особо сильна во всех окрашиваниях. Но на мне этот гель работает уже на протяжении нескольких лет. К сожалению, в стационарных магазинах его нет. Но онлайн можно найти все. Вот уж не думала, что буду такое показывать. Но вы очень часто спрашиваете, прям так деликатно как-то интересуетесь, чем я избавляюсь от нежелательных волосков. Я никогда не пробовала лазерные все вот эти техники. Потому что говорят, что на блондинках они не особо хорошо работают. Гораздо лучший результат на тех, у кого такой плотный волос. Я отношусь к другой категории. И всю жизнь я пользуюсь бритвами. И лучше всего нам дружится с бритвами от Gillette, которые в Venus я сейчас выбираю себе sensitive. То есть для очистительной кожи никогда нет никаких порезов, покраснений, раздражений. Здесь три лезвия. И также у меня после этих бритв не врастают волоски. Так что, кто спрашивал, вот такой ответ. К сожалению, ничего нового вам не поведаю. Закончился гидрофильный бальзам от марки Estee Lauder. Я, например, делала на него обзор в отдельной битве брендов на канале Makeup. Можете посмотреть. И это достойное средство из люксовой категории. Если вы любите люкс, то да. Но здесь небольшой объем. Вот как-то я так неправильно начала. Потому что люксовое средство, оно должно нас радовать и упаковкой, и своей текстурой, и отдушкой, и тем, как оно работает. И при длительном использовании, чтобы не было каких-то непоняток с кожей, чтобы хорошо все было очищено, чтобы не появлялись прыщи. И все это об этом гидрофильном бальзаме от Estee Lauder. Это супер лакшери, это красиво выглядит, к этому тянется рука. Средства здесь не так много. Я бы не сказала, что оно чем-то сильно выделяется на фоне, например, корейских бальзамов для демакияжа. Но если вы больше по люксу, то обратите внимание, потому что это отменный вариант. К сожалению, здесь небольшой формат. Только 70 мл. Но можно растянуть удовольствие и использовать граммульку отлично. Справляется с макияжем, все хорошо растворяет. И да, с ним у меня тоже не было никаких неприятностей в виде прыщей и забитых пор. Поэтому, если когда-то попадет мне в руки по хорошей цене, то почему бы и да. Крем для ног. Я не знаю, я одна такая или это нормально. Короче, когда ходишь в открытой обуви, там пляжи, не пляжи, все эти дела, то кожа на ногах становится как наждачка. Вот просто таких сухих ног у меня зимой не бывает. И поэтому летом обязательно использую крем для ног. И вот этот от ЦРВ, кстати, у меня уже не первый раз, хорошо смягчает кожу. Я наношу его таким плотным слоем, не жалея, на ночь. Утром просыпаешься, во-первых, ты не скользишь. Это такая плотная текстура, но она не жирная. В нем нет никаких отдушек, как я люблю. И спустя несколько вот таких использований на ночь, можно еще надеть носочки, но летом как-то я вообще в носках не могу спать. Ну, в общем, спустя несколько ночей становится гораздо-гораздо лучше. А при регулярном использовании ноги уже не настолько вот, знаете, деревянные. Ой, что-то как-то стыдно, стыдно, потому что я не должна так делать. В общем, это маска от Макадамия. Я хранила ее в душе, признаюсь честно, поэтому она вот так вот как бы выглядит. А служила она мне так долго, что при такой температуре в душе она могла бы испортиться. Но так как здесь не только масло Макадамии, а много разной химии, насколько я поняла по составу, то она не испортилась даже. Это маска. Сначала мне нравилась по аромату, тем более он долго остается на волосах, как после салона. Но когда ты пользуешься этой маской на протяжении долгих-долгих месяцев, ты уже просто терпеть не перевариваешь эту отдушку. Поэтому я бы все-таки советовала взять формат поменьше, потому что маска классная. Она придает такой блеск волосам, они так рассыпаются, они такие гладкие, они неутяжеленные. Она не направлена на какое-то суперпитание. Кажется, что масло вот это вот все Макадамия, это очень такое богатое, насыщенное масло в оригинале. Но это немножечко другой эффект, больше на разглаживание, на то, чтобы усмирить волосы. И мне эта маска нравилась. Но мне нужно сейчас сделать длительную паузу от нее, а то как-то мы залюбили друг друга. Увлажняющая маска от Эйзенберг. Это линейка Старт. Она более доступна по цене для более молодого поколения, и также для тех, кто хотел бы познакомиться с брендом. В основном все средства из вот этой линейки, они такие универсальные. Неплохая пенка для умывания. Средство СОС от прыщей меня не впечатлило, не поставило на колени. По той причине, что в основном там в составе ниацинамид, в качестве работающего вещества, и как-то дороговато, и особых эффектов тоже не было. Мне еще понравилась очищающая маска, мицеллярная вода. И вот это, это то, что я купила бы в первую очередь. Увлажняющая масочка, которая классно подходит после, например, каких-то кислотных средств, после какой-то кислотной маски, кислотного пилинга. Если у вас нет особо времени утром, вы не любите тканевые маски, хочется что-то там нанести, и пока ты завариваешь себе кофе или собираешь детей, чтобы маска поработала, успокоила кожу, увлажнила ее. Причем это такое классное увлажнение, нежирное, она смывается, и потом после нее хочется добавить только какой-то легкий крем, и все. Для визажистов, когда хочется как-то порадовать своих клиентов перед макияжем, когда хочется устроить домашний спа, когда хочется, опять же, познакомиться с маркой, однозначно советую присмотреться к этой маске, от нее только приятное впечатление, классное. Гель для бровей Lancome, тоже есть новый, если хотите что-то побюджетнее, то есть NYX, но он чуть-чуть все-таки не такой железобетонный, как этот, ни один на него не похож. Если у вас такие непослушные брови, что просто караул, если вы не делаете долговременную укладку, там ламинирование бровей, у меня сейчас, кстати, до сих пор долговременная укладка, и мне очень-очень понравилась процедура и для ресниц, и для бровей. Посмотрим еще, как восстановятся волоски, если все будет ок, то обязательно повторю, этот гель укладывает все брови намертво. Жалко, что не навсегда, но когда надо, чтобы прям вот приклеить, чтобы усмирить по максимуму, знаете, обуздать, то вот это да, это оно, не наносите слишком много. Щеточка здесь необычная, вот такая жесткая, силиконовая, но благодаря этому она прочесывает все, и вот я не знаю, не представляю себе свою декоративную косметичку без этого геля, я вам серьезно говорю, я просто готова отказаться от чего-то, например, от какой-то пудры в пользу этого геля. Буду покупать, пока он есть в продаже, если кто-то скажет, что его снимают, я куплю себе штук 10. Дезодоран тут марки Виши. У меня были все, мне очень нравится с красной крышечкой, мне очень нравится этот с бирюзовой, с голубой, который типа минеральный, я не дочитала там состав, он просто на мне не работает, мне не хватает его на целый день. Этим я могу воспользоваться раз в сутки, и никакого запаха не будет, чрезмерного отделения пота тоже, и несмотря на цену, его также можно по акции купить более бюджетно в сети, что я и делаю, или где-то там в аптеке по акции беру, его хватает на очень долго, на дольше, чем обычный дезодорантов. Он не липкий, он не какой-то ядреный по аромату, при этом от тебя никогда не будет неприятного запаха, и также, что еще, он быстро высыхает, он не попортил мне белые футболки, какие-то светлые вещи, для меня это показатель, просто это гарант сухих подвышек, прости господи. Ну, классная вещь, она со мной уже на протяжении длительного времени могла бы быть амбассадором, если что. Я шучу, но очень люблю это средство. Вот когда что-то прям мое-мое, да, вы видите, это постоянно в пустых банках каких-то видео, там переключаюсь на что-то новое, потом нет, возвращаюсь к фавориту. И так тоже случилось с блеском от Everline, это их Lip Maximizer, у меня версия Чили. Он здесь уже почти закончился, и чуть-чуть посветлел, но это тот, который потемнее. Он дает красивый оттенок губам, на протяжении секунд 30 пощипывает, но для меня это и не хорошо, и не плохо, могло бы и не быть этого эффекта. Нравился мне он, приятный такой свежий аромат, и хорошо ухаживала за губами. Во время макияжа всегда наносила его, там в повседневные дни тоже всегда он где-то у меня есть под рукой, в сумочке, в машине, поэтому он снова у меня купила новый. Так, что-то снова неловко. Ну, я не знаю, как можно сделать автозагар в пене, и с такой вот бумажной этикеткой белой, которая окрашивается вот просто от того, что ты на нее смотришь. Это марка Vita Liberato, на 90% натуральный состав. У меня какой-то оттенок не самый светлый, и он давал красивый цвет загара, хорошо распределялся перчаткой, не пятнил, держался до 5-6 дней где-то, если сильно не тереться скрабом сразу после нанесения, наоборот, перед. Вот, и также хорошо смывался, то есть я не превращалась в долматинца. И, конечно, каждый автозагар немножечко пахнет на следующий день. Но я вот этот наносила, давала ему впитаться. В пене я люблю больше всего автозагары. Так вот, высыхал, дальше какая-то пижама, желательно с длинными штанами, и спать. Утром помылась, свежачок, фреш, никакого там горелого запаха на тебе, и красивый загорелый эффект. Не знаю, зачем, ну, расположила, покажу. Очень мне нравятся все гели для душа с такой кремово-сливочной отдушкой. Она так напоминает мне вот какую-то просто чистоту, так ассоциируется у меня с вечером, так расслабляет. Также я люблю все, что связано с уходом. Для меня это вот когда ты можешь умыться, особенно смыть с себя косметику, просто нанести все самое любимое, и я уже готовлюсь к отдыху. Это тот момент, когда день завершается, уже можно выдохнуть, все было сделано, дети спят, и для меня это просто запах отдыха. И, кстати, этот гель, как ни странно, вообще не сушит мне кожу. Это марка DAV. Помните, я вам рассказывала в трендах ухода на этот год, что DAV собираются перейти полностью на переработанный пластик. Они это сделали. Здесь написано, что полностью, на 100% из переработанного пластика упаковка. Поэтому обещали, сделали. Estee Lauder, бальзамчик. Мне его когда-то подарили. Это просто такой ухаживающий бальзам с легка ментоловым эффектом. Приятное средство. Не то, чтобы прям супер сильно улажняет губы, но так, ухаживает по-среднему. Говорю, как есть, без обид. Есть средства, которые работают в разы лучше. Да, этим приятно пользоваться. Такая магнитная упаковка. Супер красивый нежный цвет. Все дела. Но у меня, наверное, губы с большими запросами. Мне нужно такое, знаете, хорошее увлажнение. Но, тем не менее, использовала прям до конца. И эта помада всегда лежала у меня в машине. Его тоже спрашивали. Чем у тебя накрашены губы? Часто наносила какой-то карандаш, этот бальзамчик и все. Или после матовой помады. Тоже хотелось как-то увлажнить губы. Неплохо. Но, блин, дорого. Кажется, что я просто обклеивалась всеми патчами от прыщей. На самом деле, я хотела сделать такой сравнительный обзор того, что мне нравится больше всего и что лучше всего работает. Я начала свое знакомство с такими пластырями от прыщей от COS-RX. И тогда они мне нравились. Они действительно как бы уменьшали воспаление. Но потом я познакомилась с вот этими. Они оказались еще более эффективными. Это тоже COS-RX. Одни я покупала на iHerb, вторые заказывала на Look Fantastic. И оказалось, что вот эти быстрее справляются. Это раз. Во-вторых, они менее заметны на коже еще. И в-третьих, они лучше держатся. То есть, можно приклеить и даже умыться, грубо говоря. Ну, там не сильно тереть то место. И даже сутки может держаться. И иногда я наношу что-то подсушивающее, например, и поверх этот патч. И тогда вот все прям буквально за несколько дней уходит. И иногда даже в видео. Я признаюсь честно, я пару раз была с пластырем, и никто не заметил. Поэтому я хожу так, если что-то там, знаете, прям вулкан какой-то, я лучше его заклею, буду ходить с пластырем, чем с ним. И потом я купила вот такие пластыри от Some By Me. Тоже покупала на iHerb. Сейчас новые едут ко мне на всякий случай. То есть, вот эти вот все упаковочки у меня, наверное, за год накопились где-то так. Так, они тоже очень хорошо держатся. Они тоже не так сильно бросаются в глаза. То есть, с ними можно ходить, даже не знаю, куда-то на учебу, просто на улицу. Я не комплексую. По составу ничего не скажу, не прочитаю. Здесь одни иероглифы. Но то, что это помогает справиться с прыщом, а очень часто, даже как-то вот настолько все подлечивает, что этот прыщ не выходит, а просто как-то сам рассасывается. Есть такие, которые, к сожалению, вот пока не закончат свои дела, он не хочет уйти с лица. Был у меня такой момент. Летом я вам говорила, что сразу слишком всего хорошего я себе наделала. И вот тогда я обклеивалась прыщами и ходила. Знаете, мне было уже все равно, лишь бы поскорее справиться с этой ситуацией. Вот. И да, теперь на всякий случай всегда храню эти патчи. И, пожалуй, мои самые любимые это вот эти. И Косарекс черные. Еще. Всегда дома у нас есть вот такой увлажняющий лосьон. Для сухой, очень сухой кожи. Но на самом деле универсальная штука. Как более такой плотный гель от марки ЦРАВ не пахнет. После загара мы пользовались. Сейчас купили большую банку. Здесь у меня 236 мл. Вы постоянно видите, что я из iHerb покупаю в аптеке. Кстати, вы также спрашиваете, вижу ли я какую-то разницу. Честно вам говорю, что я не вижу разницы между теми, которые из Америки, и теми, которые, например, я могу купить в Польше, и теми, которые иногда мне присылают. То есть я часто упоминаю марку ЦРАВ, но на самом деле где-то процентов 20 мне когда-то присылали на обзор, а остальное я покупаю сама. Потому что мне очень подходят эти средства. Маски для лица именно тканевые. Те, которые хочется посоветовать в первую очередь, это вся линейка Innisfree, которые продаются в таких упаковках, но они там есть разных цветов. Желтая, нежно-желтая, нежно-розовая, вот такая нежно-мятная. И некоторые из них направлены на то, чтобы успокоить кожу, какие-то с коллагеном там, какие-то более питательные. Но все они дают максимальное увлажнение. После них кожа такая прям наполненная как бы. Это тканевая масочка, которая супер тонкая, она так аккуратно раскладывается. И здесь так много эссенции, что хватает еще на шею и на область декольте. Мне понравились. И увижу где-то, опять же, буду покупать. Маски, которые больше, чем просто увлажнение. Это ферментированная линейка от Benton. Здесь много всяких полезных компонентов. Я как-то в инстаграме рассказывала. И также, помимо этого, здесь есть все, что помогает работать над восстановлением защитного барьера кожи, который нарушается от ветра, от каких-то перемен температуры, межсезонье, от активных средств, которыми мы пользуемся. Начиная с витамина С, только не вся форма, если это аскорбиновая кислота. Сейчас начинается сезон кислотных всяких средств, тоников, масок и всего-всего того, что вы планируете делать. Кстати, да, видео о лучших кислотах будет. И еще один сюрприз. В общем, масочку обязательно запишите, взять на пробу. Что хотела вам сказать, что готовлю обзор на марку Belinda. Представляете? Я купила кучу всего, пошла в магазин, стояла, перечитала все составы. Тоже смотрела, на что лучше отзывы, на что хуже, на что жалуются. И исходя из этого, я собрала прям целую коробку. Сейчас уже готова практически, поэтому вскоре я думаю, что я созрею на то, чтобы снять видео. Насчет некоторых средств я сомневаюсь. Это была ампула из линейки, которая 70+, но конкретно на ампуле ничего такого не заявлено. И если вы хотите кожу немножечко подлечить, осветлить, придать ей какого-то сияния, дать больше увлажнения, вот присмотритесь к этой ампуле. Она продается в стекле, то есть вскрываете, только используйте полотенце, чтобы не пораниться. Здесь в составе есть неоценомид, пантенол, экстракт корня женщиня, экстракт грибов шитаки, которые азиатские, вот эти суперполезные. И даже внутрь принимают там порошки всякие и так далее. Рисовый протеин, гиалуронка, еще алантеин, аскорбиновая кислота. Ну в общем, я была удивлена. Я хотела бы, чтобы косметика Белленда пахла чуть меньше, но это какие-то мои заморочки. А так наносишь, сначала кажется, что она такая прям вязкая, но она хорошо усаживается, хорошо впитывается. Дайте ей 5 минут, можно использовать поверх тоника без ничего. Но я дождалась, когда она впиталась, и потом поверх еще крем. Утром проснулась, и кожа прям супер фреш. Стоит 2 с чем-то доллара, по-моему. Мне кажется, что это просто даром за такой состав и за такое действие. Потому что это тоже работа над защитным барьером кожи, и в принципе, как такой дополнительный увлажняющий допинг с какими-то полезностями для кожи. Иногда нужно себе позволять такую роскошь всего за несколько копеек буквально. Крем под глаза от марки Lancome из линейки Jeanne Fic. Я хочу сказать, что я люблю этот крем, но как так получается, что он у меня улетает вот так, мне тоже непонятно. Крем имеет гелевую консистенцию, и мне кажется, что у меня с ней проблемы, потому что я наношу больше, чем нужно. Это хорошее, достаточное увлажнение для тех, у кого нормальная кожа под глазами, на протяжении всего года вам будет отменно. Для тех, у кого сухая, требовательная кожа, как у меня, только на теплое время года. Хорошо впитывается, не борщите с ним, потому что может оставлять такую как бы пленочку и скатываться под макияж. Супер! Этот я помню, сама покупала после того, как мне его прислали на пробу. И вот он закончился. Наверное, когда-то снова куплю. Так, приходится мне выбрасывать две помады от марки MAC. Первая из них, потому что мне не подошел оттенок, это помада в коллаборации с Kate Clap. Она слишком светлая, хотя красивый, такой нюдово-розовый оттенок. Просто на моей внешности это как-то смотрелось по-замазочно-розовому. И сатиновый финиш, сатиновый финиш мне в MAC нравится. Ну просто у меня есть какие-то свои любимцы, которые на мне смотрятся более выигрышно. А так это тоже качество помады MAC, просто цвет мне не зашел. А вот то, что я куплю снова, догадайтесь, это Modesty. Я использовала половину, и потом она начала плохо пахнуть. К сожалению, ни одна помада не будет храниться на протяжении многих лет, а так как у меня много косметики, даже любимыми средствами я не всегда успеваю пользоваться. Это просто жизнь-боль. Но ничего, я храню все пустые упаковки, отнесу то ли 5, то ли 6, никогда не помню, сколько там надо, и обменяю на помаду Modesty. Это красивый, тоже немножечко розовый, но больше все-таки бежевый, холодный оттенок, который не смотрится мертвецким на губах, и он не слишком светлый, не похожий на тоналку, очень выигрышный, очень универсальный, и с разными подтонами кожи эта помада как-то хорошо играет. И у нее тоже такой увлажняющий финиш. Да, она не суперстойкая, но тем не менее, я люблю ее использовать с разнообразными карандашами, и сегодня прям так и хотелось к этому макияжу глаз накрасить ее, но, к сожалению, уже невыносимый аромат, ну, и неудивительно, она у меня была очень-очень долго. Две туши Пупа из линейки Вамп, мне очень нравится и формула всех тушей от марки Пупа, потому что она такая насыщенная, и густая, и не сухая, и хорошо обволакивает, реснички фиксирует, не осыпается, надолго хватает, они не очень влажные, и как-то вот, не знаю, захватывают щетки все ресницы, выкладывают их, и хопа, фиксируют, просто вообще целый день комфортно глазам, не вызывают никакого сжения, дискомфорта. У меня так хорошо, кстати, не со всеми тушами, и вот это Экстрим, которая с более крупной щеточкой силиконовой, и вот, наверное, она моя самая любимая, потому что здесь такие вот более мелкие эти зубчики, и вторая Дефинишн, которая должна разделять, и в принципе, да, ну вот, каждая из них я могу без проблем накрасить глазам, здесь уже более такие толстенькие зубчики, но тоже хорошо прокрашивает. Я обожаю туши Пупа, они всегда будут регулярно появляться в моей косметичке. На этом мы с вами будем прощаться, я надеюсь, что вам было интересно, если любите видео о косметике, а еще больше о пустых баночках, не забывайте поддержать меня пальчиком вверх, мне всегда очень-очень приятно, если вы что-то использовали, и у вас такое же мнение, как у меня, или оно кардинально отличается от моего, обязательно напишите больше отзывов, больше информации для тех, кто смотрит эти видео, для тех, кто также ищет, подбирает что-то для себя, поэтому давайте будем друг другу полезны. Ну а на этом мы прощаемся, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро. contrastecerая. Спасибо за субтитры Алексею Invested